Добрый день! Ну что, дорогие сладкоежки и люди, которые любят кондитерские изделия, сегодня специально для вас, перед праздниками, мы решили проверить, что же нам с вами продают. Много советов в интернете перебрали, решили всё перепроверить, чтобы раскрыть эту тему на 100%. И это всё в преддверии праздников. Давайте посмотрим, удалось ли нам вообще накрыть стол и что из этого вышло. Смотрите в нашей программе. Эксперимент программы. Смогут ли наши мужчины в непривычных для себя обстоятельствах найти качественные и безопасные сладости? И супруга попросила кирамису, тортик. Говорит, очень вкусный. И не испортят ли эти сладости праздник женщинам? Мне понравилось, потому что всё в куче, очень много товара. Нет на ценнике срока годности, нет ценников. И где? В городском супермаркете или сельском магазинчике? Мы купили самые опасные сладости. Смотрите в нашей программе, ведь вы имеете право знать. У нас в студии прекрасный эксперт Мария Янчик. Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов питания. Кандидат технических наук. Доцент. Мария, к вам первый вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли по внешним признакам определить перед вами качественный или хотя бы безопасный товар или нет? Доброго дня. Ну, перш за все, хочу сказать, что это достаточно тяжело, оскільки большинство продуктов есть запакованными. Но так, действительно, если, например, это пластиковая упаковка, по конденсату можно выяснить, что этот продукт может быть уже небезопасным. Да, более детально, я так понимаю, мы расскажем сегодня дальше в нашей программе. Извичайно. Да. Продолжаем. Бум сладостей. Кто как борется с депрессией и проблемами. Ну, что делать? Сладости, как известно, они как-то нашу жизнь делают светлее для многих. А кто-то просто любит жизнь и ни в чем себе не отказывает и употребляет сладости в огромном количестве. Но не всегда тот результат, который мы хотим получить после употребления сладости в реальности, совпадает. Давайте посмотрим, почему. Он мне понравился на вид и цветом, и внешне. Всем там крем там был. Мне очень захотелось его, именно его, не помню название. И я пришла домой с таким удовольствием. Сейчас я его съем. Валентина рассказывает историю, которой не больше двух недель. В супермаркете женщина купила торт на развес. Выбрала 500-килограммовый, чтобы дома хватило всем. И пока несла, нагуляла аппетит. А потому, не дожидаясь домашних, решила попробовать его первой. Пока чайник заваривался, я уже его попробовала. Потом, когда уже с чаем, то я добротный такой большой, огромный кусочек съела. Потому что я его очень хотела. Вспоминает, торт показался очень сладким. Но подозрения, что он может быть не свежим, не возникло. Однако уже через час женщина поняла. Она отравилась. Мне становилось как-то вот тело ватное, вот как-то вот обмякшее. Мне плохо. Как-то вот слабость появлялась. То моментами, секундами какой-то озноб. Я не мерила температуру, но, возможно, не исключаю, что была. Валентина приняла лекарства, а торт стоимостью больше 200 гривен выбросила, чтобы никто из близких не отравился. С работниками супермаркета ругаться не стала, но решила, больше покупать там ничего не будет. Портившиеся десерты время от времени появляются и в новостных лентах. Так, в середине февраля в одном из супермаркетов Одессы продавали конфеты с плесенью. Во Владимире Волынском покупателю отказались возвращать деньги за торт с плесенью. А в декабре 2016 года, отравившись тортом из супермаркета, в больницу попал сразу 21 человек. Красивый и аппетитный, на первый взгляд, торт может содержать в себе неприятные сюрпризы. Плесень, вредные добавки и опасные микроорганизмы, о которых, покупая торт, человек может даже не подозревать. На своей практике врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин видел множество случаев отравления такими десертами. Самыми опасными называет торты с кремами. Тесточка, який вместят кремы, є дуже гарною споживною речевиною для різного рода микроорганизмов. В тому числе и для ешерихи и корли, тобто кишковые палочки. А и для більш небезпечных микроорганизмов, наприклад, сальмонеллы. Определить на глаз, что десерт опасен, практически невозможно. Но последствия могут быть очень неприятными. Это может быть до таблювота, диарея. Если человек потеряет большую количество родины, то тут очень быстро, особенно у детей, может наступить эффект снижения. Такая человек потребует не только инфекционного стационара, а даже реанимационных заходов. И лечить симптомы отравления дома самостоятельно может быть опасно. Заслуженный врач Украины настаивает на том, что при любых симптомах стоит сразу обращаться к врачу, поскольку промедление может дорого стоить. Наша сладкая программа только входит во вкус. И мы традиционно предлагаем нашим телезрителям присоединиться к разговору, принять участие в вопросе. Сегодня ждем ваших ответов на вопрос. Приходилось ли вам покупать некачественные пирожные или торты? Звоните, а мы продолжаем. У нас, конечно, прекрасный сегодня эфир. Кондитерские изделия. Это просто, знаете, моя душа. Я сам люблю очень сладкое. Но многие говорят, что, извините, пожалуйста, но в этих изделиях есть сахар, есть крахмалы, есть трансжиры, что угодно. Неужели это все так опасно? А на самом деле, действительно, трансжиры или гидрогонизированные жиры, которых маркают на складе безусловно, они действительно небезопасны. Что крахмалю я не погоджусь, конечно, в померных дозах он даже полезен для желудково-кушкового тракта. А вот действительно, большая количество цукру способствует поднять быстро уровень инсулина, уровень глюкозы в крови. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то особая, ну, мы услышали от эксперта, что некоторые торты все-таки опасны, потому что там есть крема. Правда ли, что все-таки разная степень опасности у каждого, ну, там, не знаю, вида кондитерских изделий? В зависимости от вида крема у них есть определенный термин сохранения. Вот, например, с заварным кремом сохраняется наименше 6 часов. 6 часов? Но если добавить сирбиновую кислоту, например, або какой-то консервант, можно продолжить до 6 дней. То же самое это и используют наши производители. Подождите, но этот же консервант, он с организма не выводится? Вы понимаете, что говорят, что он, до речи, есть безопасным. Но на самом деле, помните, если он пригничает микрофлору в креме, то он будет пригничать микрофлору и вашему кишкевнику. То есть, если он убивает микроорганизмы, которые существуют миллиарды лет, то, скорее всего, и меня он убивает. Ты вас правильно услышал? Частково так. Какая вы оптимистичная. У меня небольшая есть рекомендация для зрителей. Вы сейчас увидели классическое поведение потребителя. Он отравился, занялся самолечением. Это же неправильно. Конечно. Краще сразу идти к лекарям и объяснить симптомы, потому что иногда нужно будет больше медикаментозного лекаря, которое вы не сможете надать себе дома. Да. И еще один момент, зрители. Вторую проблему, которую сделал сам для себя покупатель, он не сообщил даже в магазин, что у них продаются опасные кондитерские изделия. Ни производитель, ни магазин не знают. Отсюда количество пострадавших могло увеличиться в разы. Конечно, нужно обязательно сохранять чек в данном случае, если вы купите, и обратиться, чтобы было откликание продукции с точки реализации, чтобы другие люди не пострадали. Если вам лень идти, сделайте звонок на горячую линию этой торговой сети. Это, как минимум, сэкономит вам время и сохранит кому-то здоровье. А мы продолжаем. На эксперимент нашей программы смогут ли наши мужчины в непривычных для себя обстоятельствах найти качественные и безопасные сладости? Смотрите. Можно ли полакомиться сладким и не навредить здоровью? Мы проведем эксперимент. Проверим ассортимент пирожных в городе и в селе. Наши герои окажутся в непривычных для себя условиях. Смогут ли они выбрать безопасный десерт и не продадут ли им пирожное с кишечной палочкой? Из села в город, из города в село. Алексей и Валентин сегодня меняются местами. Их задача выбрать качественные и вкусные десерты. У нас, там, где я живу, вообще маленький выбор. А сегодня пришел сюда, глаза разбегаются, даже не знаю, что взять. Житель столицы Алексей, наоборот, привык к широкому ассортименту. Именно поэтому чаще покупает продукты в супермаркетах. Где есть холодильники, где есть какие-то сертификаты качества и придерживаются к этому качеству. Но сегодня мужчины оказались в непривычных условиях. Смогут ли они выбрать качественные пирожны? И где же продаются действительно безопасные десерты? Первым выбирает Валентин. У него свои критерии и есть конкретный заказ. Взял пироженько заварное, потому что с самого детства я их очень любил. Их опции у меня любят. И супруга попросила тирамису, тортик. Говорит, очень вкусный. Но попробовать, признается Валентин, хотелось очень многое. Выбор и правда огромен. Однако ориентировался на товарный вид продуктов, срок годности и цену. Сварщики хорошо получают, но недостаточно. Поэтому не только же надо купить сладости. Где-то там картошечку, колбаску. И так цена важна. Алексей тоже присматривается к ценам, так как уверен, качественный натуральный товар дешевым быть не может. А кроме того, обращает внимание на состав и указанный производителем срок реализации. Почему? Потому что натуральные продукты хранятся и портятся очень быстро, и хранятся очень короткий промежуток времени. Продукты с консервантами, они будут хранены намного дольше. Что ж, сейчас проверим, сможем ли мы найти пирожные, которые будут соответствовать всем требованиям Алексея. Заходим в небольшой магазинчик в Киевской области. Можно одень тирамису по сроку годности. Он у вас проходит? Конечно. И одну корзиночку. Выйдя из магазина, Алексей признается, отоваривался здесь неохотно. Не понравилось, потому что все в куче, очень много товара не видно, нет на ценнике срока годности, нет ценников. Но качественные ли десерты выбрали наши герои? Для чистоты эксперимента возвращаемся в этот же магазин, но уже со скрытой камерой, чтобы купить пирожные, выбранные Алексеем. Что касается покупок в Киеве, то мы прислушались к Валентину и выбрали похожие пирожные, но в другом супермаркете. Ценами намного ниже. Всю эту продукцию заем в лабораторию. Здесь проверят, не вредна ли она для здоровья и нет ли в десертах опасных микроорганизмов. Мария, как вы считаете, удалось ли нашим мужчинам купить качественный и безопасный продукт? Я дуже в них верю, насправде, але я думаю, эксперимент покаже правду. Уважаемые зрители, я вам напоминаю, что у нас сегодня есть голосование. Приходилось ли вам покупать некачественные кондитерские изделия? Торты или, допустим, те же эклеры? Звоните, а мы продолжаем. Всегда ли пирожные символ праздника? Он мне понравился на вид. И цветом, и внешне. Всем там крем там был. Мне очень захотелось его. Я пришла домой с таким удовольствием. Сейчас я его съем. Кто и как производит сладкие десерты? И чего стоит опасаться, покупая пирожные? Тисточка, який мистит кремы, есть очень хорошая и споживная речевина для разных микроорганизмов. А также неожиданные результаты лабораторных исследований. Смотрите в нашей программе. Ведь вы имеете право знать. С нами на связи опытный технолог, доцент, кандидат технических наук, преподаватель НУХТ Ирина Корецкая. Здравствуйте, Ирина. Доброго дня. Скажите, пожалуйста, вы сами покупаете кондитерские изделия в магазинах? Да. Второй вопрос, самый интересный. Скажите, когда я занимался проверками в поле, кондитерские цеха были под особым контролем. Что там такого может произойти опасного? И почему такой серьезный контроль кондитерских цехов? Понимаю вопрос. События в том, что торты и тесточки используют безопасные ингредиенты, такие как яйца и яйца продукты. И вот санитарно-гигиеничный режим для обработки этих данных надзвичайно важный. Поэтому каждая технологичная операция проводится в окремом помещении с окремыми прописанными санитарными нормами. И вот дотримание таких норм – это очень-очень важно для того, чтобы побегать возможным проблемам в дальнейшем. Кроме того, как же сегодня было сказано, крема виробляют тоже в окремом помещении с обовязковой дезинфекцией и стерилизацией инструмента, с которым працюють виробники. Для великих предприятий это не проблема. Это существует обладнание, в которых все стерилизуют, проводят. И они удобно и качественно выпускают такую продукцию. То, что мы сегодня видели на прилавках великих магазинах, это доступно. И если вы уже видите торт порезанный на шматочки, запакованный, это означает, что его просто божают швидше реализовать. У маленьких предприятий такой санитарной подготовки не можно дотриматься. Я вас ваш лайфхак услышал. У меня следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, почему кондитерские изделия хранятся так долго, иногда даже до месяца? Торт в месяц, который хранится? Что в нем? Что в основе? Ну, дело в том, что количество производителей значительно больше, чем количество производителей. Поэтому мы все съесть, и то, что они производят, не можем. Виробники вимушены пропускать час реализации. Как я сегодня вам сказано, использование консервантов. Считайте маркировку, что могу порадить споживачам. Окрім того, торт, который оберегается в месяц, он может быть только в замороженном вигляді. И потом, уже перед реализацией, это как такой лайфхак от виробники, вы можете его разморожить и подать. Но это не в коем случае не касается креми, на пифабрикатах, которые имеют обмеженный термин реализации самым за счет микробиологического обсеменения. 72 години – это максимум для нормального торта, для здорового нижца. Если там уже додается 6 дней, то это грубо говоря, мы вас услышали, мы это подытожим. Скажите, пожалуйста, а лично вы, как покупаете кондитерские изделия в магазине? На что вы опираетесь? Какие факты вам нужны? Ну, по-перше, я для себя уже отказалась от кремовых виробов, потому что крем и цукор – это занадто. Поэтому на сегодняшний момент виробники пропонуют очень шикарные, на мой взгляд, железные торты с железной прослойкой. Они легкие. Окрім того, я для себя выключила белковый крем, потому что белок на сегодняшний момент, снова тогда его забагато. И он является средством для микроорганизмов, которые быстро там размножаются. Поэтому 12 часа – это достаточно для белкового крема. 12 часов? 12 часов, вы сказали? Но таких же тортиков нет на полках. Вы же сами знаете. А тут же включаются консерванты. Да. Тут же консерванты. Окрім того, додается еще цукор, стабилизаторы и все другие компоненты, которые дают вам эту пуху структуру, те же самые гидроконоиды, которые позволяют это сохранить. Смотрите, а можно вопрос чисто для меня, для как зрителя и для молодого поколения? Сейчас очень популярны, сейчас как это называется, ой, тортики, я забыл, мусовые. Мусовые. Да. Вот они являются безопасными с точки зрения технологии? Технология выработки муссов передачает использование желатина. А желатин – это средство для выращивания микроорганизмов. Ну, как вы думаете? Я вас услышал. Спасибо вам, что уделили нам сегодня время. Будь ласка. Спасибо большое. Мария, вы согласны с экспертом? Ну, как я сегодня и сказала, дейсно, додавание консервантов в певной кількости позволяет подожить безпосредний термин зберегания. Но скажу честно, я больше, чем 10 дней еще не встречала. Тортики? Потому что он не может так долго зберегаться. Это просто нереально. Это вы просто давно не были на море. Если вы поедете на море, там, в принципе, торты до конца лета могут храниться, пока их кто-то не продаст. И без холодильника. Нет, это взагалі неимоверно. Ну, вы же понимаете, корж, намазанный сгущенкой, и хранится под солнцем, и ничего не происходит. Это взагалі недопустимо. И я дуже прошу наших телеглядачів не обирати такі продукти. Тільки холодильний режим 4 плюс-минус 2 градуса, і все. Все, я вас услышав. Обичний холодильник плюс-минус 4 градуса. Ну, от 2 до 4 плюс. Одна из причин отравления тортами и пирожними – нарушение санитарных норм и правил на производстве. Поэтому мы попробовали устроиться на предприятие, где выпускают много сладкой продукции, в том числе популярных чизкейков без выпечки. Как вы думаете, возьмут ли нашу журтую? Упаковщик, пекарь, помощник кондитера и кондитер. В інтернете сотни вакансий с предложениями работы в цехах, где изготавляют десерты и торты. Звоню, спрашиваю о работе помощника кондитера. Все равно есть, как по человеку, на вторую смену. Это с 4 до 10 или до 11. Это делать макароны вот эти и десерты. Если вы этого не делали никогда, то если званят, то все обучают, взять вы без проблем. Итак, без образования и опыта работы меня ждут на собеседовании. Поскольку встреча уже через день, я решила подготовиться и сразу прийти с медицинской книжкой, чтобы иметь возможность приступить к работе. Но оформлять такую книжку в поликлинике будет около недели. Зато купить в интернете фальшивую проще простого. Звоним по одному из десятков подобных объявлений. Сообщаю продавцу, куда прислать медицинскую книгу и фальшивое заключение о здоровье получаю на почте уже на следующий день. Печати все на месте, а вот данные о себе вписываем и фото вклеиваем сами. Книжка выглядит как официальный документ. Но как узнать, что она поддельная? Еще в 2018 году Министерство охраны здоровья Украины создало единый реестр всех медицинских справок. Попробую проверить в нем свою книжку. Но на сайте эта функция недоступна. Отправляем электронный запрос и настойчиво пытаемся проверить подлинность документа. Идем в медучреждение, которое якобы выдало его. Внешне на первый вид книжка с голограммой, с серией, с номером. Вроде все заполнено правильно. Открываем. Но нету где человек будет работать. Это первое. Второе, могу даже сказать, стоит моя личная печать. Чего я не делаю при заполнении особенства медичной книжки. Виктория признается, что и правоохранители, и журналисты часто приносят ей подобные медкнижки. Прогнозируют, что пока на них есть спрос, ситуация не изменится. В среднем книжка стоит по городу в комиссиях, которые проводят медицинские осмотры. У женщин немного дороже, у мужчин чуть-чуть дешевле. Ну, порядка 400, у нас стоит 420 гривен. Бекотня по кабинетам, потраченное время, силы и деньги. И только через неделю оригинальное заключение о здоровье вам выдадут. Купить же книжку в интернете гораздо быстрее. И стоит она в два раза дешевле. Возвращаемся к трудоустройству. Уже на следующий день с готовой медицинской книжкой я отправляюсь в цех, который изготавляет десерты. Распознает ли работодатель в моей книжке подделку и допустит ли меня без опыта работы и с купленным документом в цех? Первое, что хотелось бы отметить. Если вы сами хотите перепроверить продавца, возьмите просто его санитарную книжку. И посмотрите, если на фотографии и на самой книжке нету печати, то есть переходящей на фотографию, просто это говорит, что купили отдельно бланк, то, что сделала наша журналистка, приклеила и говорит, что она проходила контроль. Ничего такого, то есть все легко в принципе определяется. Еще один момент для совет для производителей. А что же вы говорите делать? Вот как же нам тогда, что делать, если поддельных книжек много? Сегодня бизнес пошел достаточно оригинальным путем. Он просто заключает конкретные договора с конкретными поликлиниками. То есть вы не можете купить уже книжку, вам надо идти конкретно в конкретную поликлинику, с которой заключен договор от производителя, работодателя, и проходите медкомиссию. Все, вопрос решен. Это так было сложно. И теперь у меня вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, сможет ли наша журналистка устроиться на работу без образования и без медкнижки? Скажу вам честно, в Украине все возможно. И, видя вот этот прекрасный сюжет, думаю, что вы нас можете сделать. Да, я смотрю, вы оптимистично настроены. Продолжаем. Сейчас бум продаж кондитерских изделий. Все ленты в социальных сетях переполнены предложением о производстве домашних сладостей, рекламой мастер-классов и огромного количества вариантов умопромочив... Короче, это просто ужасно. Просто очень вкусно и сладко. У меня много знакомых даже реально занялись этими производством кондитерских продуктов. Они реально красивые, с большой фантазией сделаны. Иногда даже с оригинальными решениями. И я вам скажу, это не дешево. Как вы относитесь к этому домашнему хендмейту или что это? Как это назвать? От скажу честно, я поддерживаю только, если это проверена людина, в которой вы доверяете, уже неодно разово брали. Поясню, чему, есть несколько ряд недоликов. Первый, вы не контролируете сировуну, ее походжение, ее безопасность. Далее, вы не контролируете санитарные условия, в которых вы производите данный продукт. Сим ножом, что и нарезали вешковое масло, теперь там режут бисквит и так далее. Тому, в принципе, это может быть небезопасно. И третий момент. Если что-то с вами станет, и вы отруетесь, не дай Боже, вам не ма до кого вернуться. Вам не мае куди поскаржиться. А вы знаете, вы, в принципе-то, правы. Большие производители, они все-таки придерживаются нормы и обязаны все-таки контролировать. Вот цеха должна быть раздельной, товарное соседство соблюдается. У маленьких производителей такого не наблюдается. Тем более, что там контролируется перехрестное забруднение и, действительно, правила товарного соседства, навіть зберегания ингредиентов. А вы сами покупаете от таких участников такие вот тортики? Насправді нет. Это бывает надзвичайно рідко. Можливо, декілька разів за все життя. Но я люблю сама готовить такие тортики. Я вас поняла. Слушайте, а мусовые тортики, это реально сегодня какой-то такой мейнстрим или что это? А на самом деле это что-то новое и на самом деле очень много маркетингу, очень много рекламы на них уваги. И плюс они имеют такую пухкую, нижнюю структуру, которую может каждый позволить себе съесть, если, например, нет возможности там гристи какие-то там что-то твердое, типа песочных коржей и так далее. Поэтому, в принципе, они мягкие, нижние, эстетично выглядят. Да, они красивые. Но мы не прощаемся. Через 10 минут мы встретимся и вы узнаете, чем закончился наш эксперимент, смогут ли мужчины в непривычных условиях выбрать качественные, безопасные сладости, а также мы расскажем, где самые безопасные сладости продаются в селе или в городе. Давайте узнаем. В Украине 11.30. Найголовнейшее на этот час. Добрый день. Трагедия с украинцами біля села Кашесе в Польщі. Рейсовый автобус Познань-Херсон потрапил в дорожнюю пригоду. Прямовал до Перемишля и съехал из траси. Попередня причина водяй не упорався с кермом. Траса А4, що веде до кордону з Україною, нині заблокована, машини скеровують на об'їзні шляхи. В автобусі ж було 57 пасажирів-українців вихідці північних, південних і центральних областей. Шестеро загинули, більш як три десятки постраждали. Частину повезли до шпиталів, дехто тимчасово у гуртожитку. Удар був дуже сильний. Пасажири були непристебнуті, їх розкидало по автобусу. Люди билися об сидіння одне об одного. Більшість ушпиталених мають трус мозку, також забиття грудної клітини, перелами кінцівок. В перетунку взяли участь 19 бригад швидкої, гелікоптер рятувальників з Кракова та військовий вертоліт. Речниця посольства України в Польщі Юлія Бородій закликає родичів потерпілих контактувати з Генеральним консульством України в Любліні. Номер бачите на екрані. За її словами, 16 українців чекають на повернення додому в місті Ярослав. Життю цих людей нічого не загрожує. Водночас, за даними Василя Павлюка, консула України в Любліні, який ексклюзивно був у нашому ефірі, п'ятеро людей у важкому стані в польських шпиталях. Нині ж іде робота з ідентифікації померлих, щоб сповістити рідних і близьких. Коли вони тільки повертають речі і не знайдуть документи, будуть ідентифікувати тих загиблих. І тільки тоді ми зможемо повідомляти вже родичів, хто вони, звідки. Бо там фактично наші громадяни зі всіх областей. Свої співчуття родинам українців, які загинули в аварії в Польщі, вже висловив президент України Володимир Зеленський. Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули і зазнали травму наслідок аварії автобуса під польським кашиться. Наші консули на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги. Володимир Зеленський, президент України. Сім провокацій та один поранений. Минулої доби бойовики на Донбасі гатили на всіх напрямках. Гриміло неподалік водяного, широкиного пісків Авдіївки та Мар'їнки. Ворог брався за кулемети великого калібру і стрілецьку зброю. Один український військовий отримав вогнепальне поранення. Бійця доправили до шпиталю. Нині він перебуває у важкому стані. Відранку ж порушення режиму припинення вогню не фіксували. Сполучені Штати і Європейський Союз домовились координувати дії щодо України і Росії. Джо Байден говорив телефоном із Урсулою фон дер Ляйен. Президент Америки та голова Європейської комісії домовились про більш чесну співпрацю. Відтепер погоджуватимуть політику стосовно держав, які представляють спільний інтерес. Це Україна, Росія, Китай і країни Західних Балкан. Закарпатська область опиниться у червоній зоні карантину через стрімке поширення коронавірусу. Державна комісія нині збиралась позачергово і вирішила, що з понеділка зночі в регіоні діятимуть суворі обмеження. Напередодні обласна комісія підвищила рівень карантину тільки в окремих селах і містах. Там, де ситуація найкритичніша. За даними Закарпатського департаменту охорони здоров'я, лікарні вже повні хворими на 80%. Відам, що нині в червоній зоні карантину три області України – Житомирська, Івано-Франківська та Чернівецька. І 9144 випадки коронавірусу зафіксували в Україні за минулу добу. Підтвердження діагнозу отримали 563 дитини і 299 медиків зокрема. Тим часом ковід забрав ще 156 життів. Одужали водночас понад 3300 людей. Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Києві, а також у Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській області. І є статистика щодо вакцинації. Завчора імунізували майже 3300 людей, а від початку кампанії – понад 15,5 тисяч. Тарас Шевченко гуляє вулицями Києва і фотографується з містянами. І це не жарта, вигадка українських розробників. За їх задумом, так ковзар святкуватиме свій прийдешній день народження. Мовляв, Тарас Шевченко символічно повертається в сучасну незалежну Україну, щоб подивитися своїми очима, як живе і чим дихає країна нині. Метель жартує, якби жив зараз, був би гарним блогером. Питайте, не вмирає душа. Привіт, люди! Упізнали свого ковзаря? Син народу знову повернувся. Стучусь до ваших сердець через віртуальний простір у свій день народження. До речі, ви бачили мій автопортрет на гривнях? Молодий та цікавий. Якби ж я знав, що буду щодня дивитися на вас гривень, намалював би себе хоча б з посмішкою. Більше новин за годину. Тоді побачимось. У вихідні Як прожити на мінімальну пенсію? Чому так важко отримати субсидію? Про кого насправді дбають ті, хто при владі? Як людям і посадовцям почути один одного? І як зробити життя в Україні комфортним для всіх? Хто має відповісти на ці запитання та яким буде зворотний зв'язок? Дивіться авторську програму «Зворотний зв'язок» з Поліною Стаднік. Щосуботи та щонеділі о 20.30. Щосуботи та неділі о 21.00 у прямому ефірі телеканалу «Україна-24». Авторитетні експерти, відомі політики. Відверто та змістовно про події, які впливають на наше життя. Це Україна з Тиграном Мартиросяном. Дивіться, слухайте і розбирайтеся разом зі мною. Завтра у програмі «Без кроватки» ми дізнаємося, яке кулінарне шоу хоче зробити Павло Клімкін. Пусти сідаємо в машину, беремо її на вокзалі, їдемо на базар спочатку. Як відомий політик, ставив… Підтвердження діагнозу отримали 563 дитини і 299 медиків зокрема. Тим часом ковід забрали ще 156 життів. Одужали водночас понад 3300 людей. Найбільше підтверджених випадків зареєстровано в Києві, а також у Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській області. І є статистика щодо вакцинації. Завчора імунізували майже 3300 людей, а від початку кампанії – понад 15,5 тисяч. Тарас Шевченко гуляє вулицями Києва і фотографується з містянами. І це не жарта, вигадка українських розробників. За їх задумом, так Кобзар святкуватиме свій прийдешній день народження. Мовляв, Тарас Шевченко символічно повертається в сучасну незалежну Україну, щоб подивитися своїми очима, як живе і чим дихає країна нині. Метель жартує, якби жив зараз, був би гарним блогером. Дайте, не вмирає душа. Привіт, люди! Упізнали свого Кобзаря? Син народу знову повернувся. Я стучусь до ваших сердець через віртуальний простір у свій день народження. До речі, ви бачили мій автопортрет на гривнях? Молодий та цікавий. Якби ж я знав, що буду щодня дивитися на вас гривень, намалював би себе хоча б з посмішкою. Більше новин за годину. Тоді побачимось. У вихідні Як прожити на мінімальну пенсію? Чому так важко отримати субсидію? Про кого насправді дбають ті, хто при владі? Як людям і посадовцям почути один одного? І як зробити життя в Україні комфортним для всіх? Хто має відповісти на ці запитання та яким буде зворотний зв'язок? Дивіться авторську програму «Зворотний зв'язок» з Поліною Стаднік. Щосуботи та щонеділі о 20.30. Щосуботи та неділі о 21.00 у прямому ефірі телеканалу «Україна-24». Авторитетні експерти, відомі політики. Відверто та змістовно про події, які впливають на наше життя. Це Україна з Тиграном Мартиросяном. Дивіться, слухайте і розбирайтеся разом зі мною. Завтра у програмі «Без кроватки» ми дізнаємося, яке кулінарне шоу хоче зробити Павло Клімкін. Просто сідаємо в машину, беремо її на вокзалі, їдемо на базар спочатку. Як відомий політик ставиться до закону? Порушуй правила, не порушуй закон. Я в житті багато разів порушував правила. Та які політичні плани має один з найуспішніших міністрів закордонних справ України? Цікаво запитати, які плани у політиці стосовно мене. Завтра о 15-й «Без кроватки» з Іваною Онофрійчук. Здравствуйте! Вы смотрите програму із цикла «Споживач має право». Я, ведущий програму Максим Ісміянов, докажу вам, що ми маємо право на качественну життя, хороший сервіс і по-настоящому полезні продукти. А сьогодні о тому, які пирожні лучше обходити стороною. По результатам эксперимента ми расскажем вам, де в городському супермаркеті чи в сельському магазині ми купили саме опасні сладости. Смотрите в нашій програмі. «Всігдали пирожні – символ праздника». «Ом мене понравився на вид, і цветом, і внешне. Всьому там крем там був, мені дуже захотелось його. Я прийшла дому з таким удовольствием. Зараз я його съєм». «Кто і як производить сладкі десерти? І чого стоїть опасатися, покупая пирожні?» «Цисточка, який містить креми, є дуже гарною, споживною речовиною для різного роду микроорганізмов». А також неожиданні результаты лабораторних исследований. Смотрите в нашій програмі. «Ведь ви імеєте право знати». Напомінаю, що вместе с нами Марія Янчик – експерт по качістю і безпекці пищевих продуктів. І вместе с ней ми готовимося к празднову 8 марта. Без осложнений, як говориться. А сейчас вторая частина нашого эксперимента. Журналистка попыталась устроитися на кондитерське производство, не имея профільного образування. Не имея даже медкніжки настоящей. Давайте посмотрим, що у неї удалось. С поддельной медицинской книгой і без опыта роботи я отправляюсь на собеседование в один із кондитерських цехів в Києві. Здесь производят сразу несколько видів десертов, і технологію производства каждого із них мені предстоїть освоїть. Чизкейк, брауні, течіння, пеклів. Все, кушу, кушу, кушу. Чотири видів роботи. Буде макаруць, буде статті сандвичи. А статті сандвичи з чого? Десерти без крема. Тобто, здесь производят как минимум два десерта с кремом, которые врач-кастроэнтеролог называет самыми опасными і призывает такие десерты выбирать предельно тщательно. Ті, тісточка, які містять креми, є дуже гарною споживною речовиною для різного роду мікроорганізмов. Но на собеседований мені успокаївають. Во-первых, всіму научат. А во-вторых, обучення буду проходить у одного із лучших кондитерів. К концу собеседованням не проводять небольшую екскурсію по цеху. С виду все относительно чисто. Все сотрудники в сменной одежде, чепчиках і перчатках. Но кроме самого кондитера ни на одном человекі нет маски. І це во время епідемії ковида. Но що особено ужасає – плесень. А на настенах в поміщенні, де производят пищевую продукцію. І воно результат собеседовання в цех, який претендує на випуск конкурентной продукції. Мені, чоловіка без образовання і опыта, готові взяти на роботу після першого ж собеседовання. Ви заявлення походять, пишіть заявлення. І не трудову книгу, яка могла б підтвердити хоч якій-то опыту. Ні медицинську книгу, яка свидетельствують о тому, що я можу роботати в пищевому цехі, здесь не просять. А це вже угроза здоров'ю тисяч потребителів, які будуть покупати десерти цього производства. Ризик, ризик може бути, якщо людина може бути хронічним носієм сальмонел і порчувати на такому виробництві, вона може оцю цю продукцію інфікувати. Не невмисно навіть. Вона може і не знати про те, що вона є хронічним носієм. І це тільки один із множества можливих ризиків. Є подозрення, що я не єдинственна, у кого не потребували принести медицинську книгу перед оформлением на роботу. А тому качество, а главное – безпеки продукції з цього производства під большим питанням. І так, плесень на стінах, але неблагородна. Скажіть, це нормально? А ну взагалі на всіх виробничих підприємствах, які стосуються харчової продукції, має бути впроваджена система ХАСП. Там є програми передумови, які говорять про правильне миття, дезінфекцію обладнання, стін, догляд за приміщенням. Як там все має бути? Звичайно, це недопустимо. Просто объясніть, що такое ХАСП. Це фактично санітарні норми правил, які були в Советському Союзі. Правильно? Так, це система, яка дозволяє, можна сказати, контролювати і убезпечити, унеможливити виникнення небезпечного фактору на етапі виробництва. Круто ви розповіли, я навіть теорію це знаю. Але ми скільки дивимо производство, приїжджає наша журналістка, а там ви навіть в Советському Союзі не розрішили такому производству працювати. Це що таке? Як це відбувається? Ну, ви бачите, має держава контролювати цей процес. Слухайте, там навіть отоплення нет. Ви звертали увагу, там стоять ці лампи, тому що отоплення отрізано. Як там люди роботають? Ну, взагалі мені дуже дивно, тому що це дійсно недотримання абсолютно всіх норм, і мені шкода тих співробітників, які там насправді працюють. Слухайте, і ще один момент. Ви ж понимаєте, по системі ХАС, с такими красивими ногтями, як у вас, работать в цеху нельзя. Зрозуміло. А у наші журналістки, я вас уверяю, тоже красиві ногти. І вони даже на ногти внимання не обращають. А под ногтями, що угодно може бути. В перчатках, як ви обратили внимание, в производстві, на производстві ніхто не працює. Взагалі можуть використовувати, але в будь-якому випадку нігти мають бути короткими. Тому що є ризик того, що нігодь може прихнути перчатку безпосередньо, і все, що під нігтями залишиться на вашому тортику. Слушайте, а коли це все змінюється, коли начнут хоча б минимальний санітарний мінімум обучати персонал? Ну дивіться, до 20 вересня 2019 року всі повинні були впровадуватися в систему ХАС. Понятно, три года назад фактически, да. Так, потім у нас почався коронавірус, і в нас зараз карантин. Ну і мораторій. І коли це все розпочнеться, незрозуміло, тому що дійсно був мораторій, але зараз вже починають ходити перевірки, перевіряти потроху. Як вони контролюють, я не знаю. І ще найголовніша фішка того, що не всі підприємства розрегіструвались як оператори ринку. Зачем вони це зробили? Щоб не потрапити під перевірки господарственних контролюючих органів, вони просто в реестр не входять. І все. Ось така вот система. Їх держава, по суті, не бачить. Тому що якщо ти функціонуєш, ти маєш зареструватися як оператор ринку. Їх, походу, держава просто не бачить, і все, вона не проходить, не контролює, не перевіряє нічого. А що зручно? Ось така вот система, к сожалению, в Україні працює з 2014 року. І, розумієте, наверху ніхто нічого не розуміє. Я не буду жаловатись, мені багато люди пишуть, я їм спробую розказати сверху, але вони не розуміють цієї проблеми. Жаль. Шкода. Ви хотіли розказати про ешки. У нас про найпростій лайфхак від нашої команди. Якщо изделі храниться більше трьох днів, відкрійте глаза, воно ненатуральне, там, скорее всего, консерванты і інші добавки. Или ми упрощаємо? Дайте якийсь свій совєт. Я раджу так. Коли ви обираєте торт, дивіться, будь ласка, на склад. Чим менше інгредієнтів, тим краще, звичайно. Дивіться на терміни придатності. Дійсно, 2-3 доби цього достатньо, для того, щоб, можна сказати, створити гарний, смачний торт, і при цьому, щоб він зберігався. Але, звичайно, обов'язково дивіться, щоб дата виробництва або кінцевого споживання була лазером набита, наприклад, так, щоб не можна було її стерти, або стікером замінити. Це також так, дуже важливо, тому що, на жаль, в мережах безпосередньо вже реалізації, в супермаркетах таке часто трапляється. Тобто, ви говорите, якщо ви приходите в прекрасний магазин, який я обожаю, де продають в одноразовій пластмассовій посуді тортики, де можна сорвати стікер і приклеїти новий, такий тортик краще не брати. Це робиться за 2 хвилини. Звичайно, краще не обиратися. 2 хвилини, це ви ще багато далі, в армію одягуєте за 45 секунд. Ну, ви знаєте, поки здець, поки знову наліпити, проштампувати. Ну, так, можна і швидше це робити. Я дала пішечки фору. А які єшки стоїть отостерігатися? Увидела і сказала – ні. Ну, взагалі, скажу чесно, я в більшості з них остаєгалась, поясню чому, тому що не всі ще досліджені. Да, ось так кажуть, сорбінова кислота, як приклад. Кажуть, що вона не шкідлива для організму, але насправді у великій кількості, і якщо надмірно покласти її, вона буде шкодити, і також пригнічувати мікрофлору вашого кишківника. Тому тут, звичайно, чим менше, тим краще. Але пам'ятаєте, що, наприклад, та сама лимонна кислота – це також єшка, хоча насправді вона не є такою небезпечною, як всі вважають. Ми німножко попозже вернемся. У нас зараз є включення з скайпа. У нас на связі гастроэнтеролог, професор Вадим Шипулин. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день, уважаючи. Очень приємно вас слухати, видіти. Скажіть, пожалуйста, много чого в інтернете начитался. Самое простое. Пишут про то, что есть диета на тортиках. Есть ли такая диета? Или это обман все-таки? Ну, на самом деле, каждый может назвать свою диету индивидуально, в том числе и тортиковая диета. На самом деле, если серьезно, то о такой диете, по крайней мере, в нутрициологии, я что-то не слышу. Отлично. Следующий вопрос. Правда ли, что большое употребление сладостей уменьшает жизнь нашу в среднем до 15 лет легко? Я не знаю, кто делал эти подсчеты, на самом деле, потому что это все очень индивидуально, потому что 15 лет, а почему не 10 лет? Я не видел ни расчетов, ни определенные ссылки на то, кто это считал. А это в интернете? Я же потому и спрашиваю. Знаете, я сам вычитал, спишут. Ну, интернет, честно говоря, все, что вбрасывается в интернет, я думаю, что можно делить не столько наполовину, но, может, и в раз в 10. Потому что любая иногда самая сумасбродная идея или суждение вдруг из интернета выходит истинной последней инстанцией. Я призываю всех... Мы же для этого вас и включили, чтобы вы сказали, это очень странная идея какая-то. Еще один момент. Детские тортики, это реально детские торты сейчас выпускаются? Или что это? Да нет, на самом деле нет понятия детский торт, нет понятия взрослый торт. На самом деле, возможно, объем его меньше, поэтому его называют детским тортом. Я не думаю, что там какие-то ингредиенты слишком уж отличаются от того, что используют в кондитерских изделиях для взрослых, скажем так. Да-да. Посмотрите, у меня маленький сын есть, я жене говорю, никаких сладостей мы ему пока не даем. Пухотин и бегает, причиняем ам-ам, я ему ничего не даю. А с какого возраста можно ему начинать давать, допустим, кондитерские изделия? Тот же тортик или эклер? Я думаю, что, скорее всего, после трех лет, скорее. После трех лет. А еще лучше, если несколько позже. Но я думаю, что вот именно три года это тот критический рубеж, когда можно чуть-чуть что-то давать из кондитерских изделий. Слушайте, правда или нет? Смотрите, читал в интернете, опять же читал, что до войны Второй мировой люди потребляли намного меньше сладкого. А сейчас именно не то, что в разы, в десятки раз увеличилось потребление сладки, с того же, ну, сахара в открытом виде, тех же кондитерских изделий. Это правда или нет? Это действительно правда, потому что люди стали жить богаче, и продукты стали доступнее. В том, например, тот шоколад, который выпускался до войны, имею в виду до Второй мировой войны, там вряд ли использовали пальмовое масло. С вами полностью согласен. Отдайте какие-то рекомендации, как врач, для потребителей. В какой дозировке можно кушать? Что остерегаться? Ваши личные советы? Значит, здесь нужно исходить из индивидуального состояния организма каждого человека. Если у вас есть избыточная масса тела, то, безусловно, от сладкой, от кондитерских изделий лучше вообще отказаться. Или, по крайней мере, потреблять их очень-очень мало, и в данном случае регулировать свою физическую нагрузку. Тем более, если вы знаете, что у вас есть склонность к полноте, и, безусловно, мучные изделия, кондитерские изделия – это легко усвояемые углеводы, которые очень быстро превращаются не в мышечную массу, а прежде всего в жертву. Спасибо вам большое. С нами на связи был Вадим Шипулин, гастроэнтеролог и прекрасный специалист. Спасибо, что включились к нам сегодня. Спасибо и вам. Хорошего дня. До встречи. Взаимно. Совсем скоро мы узнаем результаты экспертизы. Можно ли доверять крупным торговым сетям, или где лучшие тортики – все-таки в селе или в городе. Но это чуть попозже. А сейчас я что предлагаю? Посмотреть сюжет, можно ли сделать тортик или кондитер с какой-то другой изделия своими руками. Тюльпаны, хризантемы, лилии и, конечно же, классические розы. В преддверии 8 марта рынки и магазины заполнены цветами и покупателей не с честь. Для тех, кто хочет преподнести более оригинальный подарок, рукодельницы и кондитеры предлагают различные варианты. К слову, можно сэкономить, сделав что-то своими руками. Например, букет из цветов. Если за один тюльпан придется заплатить 25 гривен, то за одну розу от 30 до 80. А вот такой букет из роз с конфетами обошелся всего в 50 гривен. Но чтобы его создать, придется постараться. Сегодня мы будем делать розы. Бутоны, конкретно бутоны роз. Я буду использовать розовую гофрированную бумагу и зеленую. Набор для изготовления букета простой. Конфеты, длинные шпажки, ленточки, бумага и клей. Для лепестков Юля нарезает прямоугольники 7 на 8 сантиметров. Мне нужно таких прямоугольников два для создания одной розы. Затем два прямоугольника я складываю вместе. Складываю пополам. Я врезаю уголок. Делаю полукруг. Затем я делаю волну. И меняю местами. Снова делаем волну. Растягиваем по центру. И можно заворачивать конфету. Перед тем, как окончательно сформировать бутон, край, где будет стебель, проклеиваем клеем и прикрепляем деревянную шпажку. Прямоугольник размером 7 на 8 вырезаем из зеленой бумаги. Из него Юля сделает основание цветка. Я растягиваю гатрированную бумагу, чтобы она хорошо лягла по бутону цветочка. И закручиваю, делаю эффект натуральный. Эти листки Юля приклеивает к бутону. Зеленая бумага украшает из стебель цветов и формирует букет. Подобный подарок можно сделать из фруктов, сухофруктов, колбас и морепродуктов. Но вот такие розы, по мнению мастерицы, лучше всего подходят к 8 марту. И простоят они дольше, хотя Юля и не гарантирует, что с конфетами. Вытягиваешь за хвостик, а цветочек остается. Еще один вариант сладкого подарка – кексы, украшенные своими руками. Сегодня будем использовать фрукты, ягоды и даже настоящие цветы. Сегодня, да, сегодня мы прикрасим трояндами також живыми, адже мы все розуміємо, что скоро свято, жіночее, таке красивое, 8 березня. Женки любят квіти. И мы можем також подарувати квіти и на капкейках. Для начала сделаем крем. Светлана смешивает 300 грамм сливочного сыра, 100 грамм нежирных сливок и 100 грамм сахарной пудры. Взбивает миксером до однородного состояния и помещает в кондитерский мешок. Починаемо с центра, идемо обережными рухами, не спешимо, и до верху. У нас вышел такой высокий, нежный, красивый капкейк. Также Светлана украшает кремом и остальные капкейки. На некоторые выкладывают фрукты, кондитерскую посыпку и розы. Моя трояндочка уже напитана водой, и я зараз ее не обмотаю плевкою, а зазвичай, поскольку это не домашний троянд, а в магазине, обмотать плевкою, чтобы никакие химические, в которых настоят наши зараз квиты, не потрапили в складовые кремы. Светлана выбирает место для розочки, добавляет немного кондитерской посыпки и набор готов. Правда, декор стоит почти как букет цветов, но этот подарок оригинальный и вкусный. В продолжении темы хотелось бы обсудить популярные пирожные без выпечки. А вот они сами по себе безопасны или нет? Звичайно, это наибольший небезопасный продукт, оскільки термичная обробка, например, в выпекании и так далее, позволяет частково пригничать микрофлоры и снищить их. Звичайно, тут она не снищается, поэтому уровень небезопасности набагато выше в таких вырубах. Все, я вас услышал, и мы быстро переходим к результатам экспертизы. Прямо сейчас мы узнаем, стоит ли доверять вопросах безопасности к крупным супермаркетам? Или можно купить вкусные десерты в сельских магазинчиках? Смотрим в сюжете. Закупка десертов в городе. Взял пироженька за вармер. И в селе. Все, можно одень теремесу. Где продают качественные и безопасные пирожные. Два героя, Алексей, который живет в городе, и Валентин, который живет в селе, поменялись местами. Они приобретают десерты к праздничному столу в непривычных для себя местах. И первыми исследуют десерты, приобретенные в селе. К слову, в их качестве наш герой Алексей был не уверен. Мне понравилось, потому что все в куче, очень много товара. Но, согласно лабораторным исследованиям, эти десерты оказались безопасными для потребителя. Чего не сказать о пирожных, которые мы купили в одном из киевских супермаркетов. С третьего-четвертого возрасту мы высеяли бактерии группы кишковой палочки. Вот они такого червоно-бородового кольора с металевым близком. Ци микроорганизмы показывают как бы на чистоту умов, где вырублялась продукция. Чистота тары, санитарные умов примещений. Можно предположить, что кишечная палочка оказалась в продуктах из-за нарушения санитарных условий на производстве. Поскольку анализированные нами образцы были запечатаны, то и вопросов к реализаторам быть не должно. Особенно ужасает, что зараженная продукция перед употреблением не предполагает никакой термической обработки. И съев такой десерт, человек вполне может оказаться на больничной койке. Знаете, я очень удивился, потому что тот, кто нарушитель, он... А это огромная торговая сеть. Огромная, чтобы вы понимали. Я даже знаю их директора, я перешлю эту информацию, чтобы они провели внутреннее расследование, но это меня очень удивило. Как так произошло? Ну, действительно, это может возникать или с сировной, которая уже была заражена, или, конечно, на дотримание санитарных норм. На жаль, наши споживатели за это будут платить. Платить за своим здоровьем. Могли бы вы дать пару советов? Все-таки, как по внешнему виду понять? Давайте расскажу, как я выбираю. Это бывает редко, но как я выбираю? Первое, я смотрю на упаковку, чтобы она была не деформована. И, конечно, я выбираю картон. Я поясню, почему. Не через то, что там не можно ничего продавить. Потому что пластик не даёт дыхать, то рту выделяется конденсат, и за счет этого он швидше псуется. Далее, я смотрю, звичайно, на дату реализации или термин придатности. Плюс-минус 3-4 дней. И, конечно, смотрю, чтобы она была выпустена лазером. И коронечка. Я читаю, конечно, Обязательно. И чем меньше ингредиентов, меньше ешок. Взагалі, идеальный вариант. Но, на самом деле, это такие три лайфхаки, которые можно сделать в магазине перед тем, как ты купишь, ознайомиться. И это может сделать каждый споживатель. Вы сказали все, а я сейчас продолжу. Знаете, как я экономлю, честно? Вот честно, неудобному расскажу. В многих супермаркетах, если приходишь после 8 вечера или 9, тортики и кондитерка, которая сделана прямо на месте, дешевеют на 35%. Ну да, 33-35%. Да-да, с утра она будет стоить так же, но сейчас на 35%. И есть такие нечестные у меня способы, но я их когда-то использовала, честно. Ну, просто жена говорит, ну вот закажи большой торт. Ты приходишь, на заказ его делаешь, приходишь и получаешь со скидкой 35%. Или просто приходишь вечером и забираешь любой торт, который тебе нравится, не акционный, со скидкой 35%. И важно, что он безопасен и у вас есть чек. Что хотелось бы еще людям сказать? Уважаемые зрители, есть такой момент, что когда вы купили некачественный товар, согласно закону о защите прав потребителей, вы можете вернуться на следующий день. Ну, то есть, конечно, лучше в ближайшие сроки показать чек или хотя бы это изделие и забрать свои деньги. Не отпускайте на самотек это все. Правильно я говорю? Звичайно, чем чаще споживачи будут звертаться, тем больше будут ответственными мережами реализации безпосередньо самих производителей. Потому что мы сами ничего не делаем. Как мы хотим, чтобы там было? ...близко. Ци микроорганизмы показывают на чистоту умов, где вырублялась продукция. Чистота тари, санитарные умов примещений. Можно предположить, что кишечная палочка оказалась в продуктах из-за нарушения санитарных условий на производстве. Поскольку анализированные нами образцы были запечатаны, то и вопросов к реализаторам быть не должно. Особенно ужасает, что зараженная продукция перед употреблением не предполагает никакой термической обработки. И съев такой десерт, человек вполне может оказаться на больничной койке. Знаете, я очень удивился, потому что тот, кто нарушитель, он... А это огромная торговая сеть. Огромная, чтобы вы понимали. Я даже знаю их директора, я перешлю эту информацию, чтобы они провели внутреннее расследование, но это меня очень удивило. Как так произошло? Ну, действительно, это может потрапляти або с сыровиною, которая уже была заражена, або, конечно, на дотримание санитарных норм. На жаль, наши споживачи за это будут платить. Платить за своим здоровьем. Могли бы вы дать пару советов, как по внешнему виду понять? Или вот... Давайте расскажу, как я выбираю. Это бывает редко, но как я выбираю? Первое, я смотрю на упаковку, чтобы она была не деформована. Ну, и, конечно, я выбираю картонно. Я объясню, почему. Не через то, что там не может ничего продавиться, потому что пластик не даёт дыхать, тертурует, выдаляется конденсат, и за счет этого он швидше псуется. Далее, я смотрю на дату реализации або термин придатности, плюс-минус 3-4 дни, и, конечно, смотрю, чтобы она была выпустена на лазерном. И коронечка. Я читаю, звичайно, склад обовязково. И чем меньше ингредиентов, меньше ешок, взагалі идеальный вариант. Но на самом деле это такие три лайфхаки, которые можно сделать в магазине перед тем, как ты купишь, ознайомиться. И это может сделать каждый споживатель. Вы сказали все, а я сейчас продолжу. Знаете, как я экономлю, честно? Вот, честно, неудобно расскажу. В многих супермаркетах, если приходишь после 8 вечера или 9, тортики и кондитерка, которая сделана прямо на месте, дешевеет на 35%. Ну да, 33-35%. Да-да, с утра она будет стоить так же, но сейчас на 35%. И есть такие нечестные у меня способы, но я их когда-то использовала честно. Ну, просто жена говорит, ну вот закажи большой торт. Ты приходишь, на заказ его делаешь, приходишь и получаешь со скидкой 35%. Или просто приходишь вечером и забираешь любой торт, который тебе нравится, не акционный, со скидкой 35%. И важно, что он безопасен и у вас есть чек. Что хотелось бы еще людям сказать. Уважаемые зрители, есть такой момент, что когда вы купили некачественный товар, согласно закону о защите прав потребителей, вы можете вернуться на следующий день. Ну, то есть, конечно, лучше в ближайшие сроки показать чек или хотя бы это изделие и забрать свои деньги. Не отпускаете на самотек это все. Правильно я говорю? Звычайно. Чем чаще споживачи будут звертаться, тем больше будут відповідальны мережи реализации безпосередньо самих вырубников. Потому что мы сами ничего не делаем. А как мы хочем, чтобы там было все якесно, гарно, безопасно, если мы сами не реагуем на это все. Еще один момент. Важно ли обращаться на состояние холодильника? Вот тортик хранится в холодильнике. В каком он виде? Есть ли там плеси? Нету? Великий, можно сказать, великий недолік таких магазинов. Это открыта ветерина и температура плюс 4 порядка с стенкой. На выходе она уже набагато выше. И за рахунок этого також вырубы стоят небезпечными. Поэтому важно, чтобы холодильник был закрытый и должен быть датчик, где видится температура и вы можете проконтролировать это. То есть, вы зрители поняли, да, вот эти обычные холодильники, они не стеклом накрыты, вы туда подходите, это все в зоне доступа. Их надо закрывать стеклом и тогда температура реально будет 0 плюс 2. потому что вы можете навіть просто руку закинуть и побачить, что вот тут бля стенки будет не прихолоднейше, а тут будет больше. Слушайте, я просто с ними постоянно воюю и говорю, а вот же датчик, вот датчик, все хорошо, ты не прав, ты не прав. Датчик фиксует по стенке. Да, по стенке. По основной, так. Все, ну мы дали лайфхак, как определить. А давайте подобьем итоги голосования. Наши зрители сегодня должны были ответить на вопрос, покупали ли они некачественные кисточки, ну кондитерские изделия. И у нас получилось, что покупало 66% некачественные изделия. Ого, в общем-то, это достаточно серьезно. Да, это достаточно вылыка цифра насправде. Давайте подобьем итоги. Спасибо вам за участие, первое. Второе, напоминаю, что давать кондитерские изделия детям, как вы слышали, врач рекомендует от трех лет. Покупать лучше в картоновой упаковке. Смотреть, чтобы торт был или кондитерское изделие как можно ближе к дате производства. Не покупать особо на развес, непонятно где, потому что непонятно, как обрабатывают нож. И в случае, если вы попали в неприятную историю, вызывайте скорую помощь, делайте звонок на горячую линию торговой сети, в контролирующие органы делайте звонок на горячую линию и обязательно забирайте свои деньги из принципа. И тогда мы наведем порядок на рынке. До встречи, до следующей субботы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok